Ой, бабца, привет, привет! Цурка до дому в шишла! Это, пожалуйста, поделай. Иди сюда, поздоровайся со зрителями. Я так замерзла вчера, а сегодня я не замерзла. Иди сюда. Скажи всем привет! Всем привет! Ой, какая ты большая! У тебя тут тепло, я смотрю. А пахнет как? Что ты мне приготовила? Борщик такой вкусный. А ты ходила на рынок сегодня? Да, ходила на рынок. Что купила? Я купила сегодня молочко и сметану. Очень вкусное молоко. Сколько стоит? Например, из деревни 3 литра 30 злотых. Ой, такое вкуснейшее. Это хочу сказать про молочко. Мы уже брали очень вкусное. Да, хочу сказать про молочко. Очень жирное и сметана полбанки. Я его сразу переливаю в баночки. И сметана вот сколько прям баночки поднимается. Уже перелила? Да, перелила вот на столе. Пошли, покажешь. Хорошо. Вот это я перелила полтора литра. Видишь, какое желтое сразу становится, да? Да. Вот здесь вот так вот, видишь, в ванночке садится. Молоко вообще чудесное. Это изумительно. Цветочки наши стоят, да? Да, да. Что ты сейчас варила? Почти очень вкусно. А перец ты похвастаться обещала, ты закрыла. Я сейчас буду раздеваться, конечно. Так, вот мама перец, который мы купили на рынке, законсервировала, да? Ну, рассказывай, как ты консервировала. Я только помыла перчик, вот, простерилизовала баночки. Мы стерилизовала баночки. Так. На литр воды... Вот так, держи, чтобы это было. Взяла литр воды, закипятила водичку. В эту водичку я бросила уксусом. А вместо уксуса, у меня уксуса не было, я аспирин положила. Так, на литр воды две таблеточки на всякий случай. Так, чтобы не взорвало. Сахар в стаканчик. Да, соли две столовых ложки. Лавровый лист. На литр воды? Да, да. Что-то тоже богато. Две столовые ложки на литр воды. Это очень много. Ну, тут вот посмотришь. Ну, вкусно она была. Да, очень вкусно. Да, что-то ты очень много сказала. Лавровый лист. Горосик перец, так. Вот, а потом кинула сразу перчик. Добавила. Добавила. Он у меня проварился 7 минут, и я закатала. Но обалденный. Рассол очень вкусный, мама говорит. У меня не было тогда, когда мама делала. Да, очень вкусный. Очень вкусный рассол. Так, молодец. Значит, что, такого первых не купишь своего? Конечно. Зачем купила? Спрашивают, одна там написала, или один. Ну, тут, наверное, которые... Ничего не делают. Да, нет. А зачем, типа, столько много купили? Ничего у вас нет, а вы, типа, такие закупы сделали? Я хочу сказать, это немного. Это всего... Первый раз в месяц сходили на базар. Мои зарплаты на расход. Во-первых, я ни перед кем не хочу объясняться. Только ленивые так говорят. Да. Во-вторых, если купить намного дешевле, или купить такую... И сделать самому. Или купить такую баночку. Не знаешь, какой вкус, потому что... Конечно. Кислая и так далее. Желудок болит потом. Да. Эти закупки всегда нужны. Закрутки... Вот хочу спросить тут, которая написала, намного ли хватит вот этой баночки? Она, наверное, не умеет вообще этого делать. Да, да. Поэтому человек не понимает. Поэтому человек не понимает. Это не так-то много. Вот получилось две литровые, пол-литровые баночки. И вот еще баночка получилась. Три баночки всего. Вот это она много. И сколько мы по килограмм купили? Два, по-моему, да? Ну, где-то полтора, наверное, килограмма. Полтора, и тут остаток мы зафаршировали. Да, да, да. И остаток зафаршировали. Томаты в процессе приготовления, да? Да, так что это свое, а свое всегда вкуснее. Молодец, ставьте. Ставьте огромные лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Мама умничка, старается. Мы все время закрывались. Да, дома очень много закрывались. Вот я как раз открыла видео, где ты от Жеку, делала в летний период. У нас было очень много помидоров, 500 кустов. Да, Владичек Тарста Небесная. На соковыжималке у нас ручная была. Специально покупали ручную. Видео можно посмотреть. Да, все это перекручивало. Очень много, очень много у нас было. У нас подвал забитый, по 200 банок было. Очень вкусно. Все свое, своего огорода, свой сад. Очень много деревьев, кустарников росло. Ну, а сейчас приходится покупать. Но если еще не есть, это вообще тогда упасть. Человек, наверное, не работает, дома лежит перед телевизором. Мы знаем таких, и я знаю, живем в общественном месте. Да, люди, которые привыкли ничего не делать. Это очень скучно. Это раз. А во-вторых, не хочу ничего говорить. Молодец. И не надо. Всем хорошего. Всем желаю. Умничка, умничка. Попробовать. Здесь мама еще борща наварила, да? Он уже подостыл. И сметану, ты маленькую баночку домашней купила. Сейчас покажу, что у нас в холодильнике. Он у нас полупустой. Видите, у нас яйца, майонез, сметанка, которую мама купила. Это томаты, молоко, чеснок и капуста. Ну и в морозилке у нас две курочки, вот эти вот худенькие, по 10 злотых. Все. Вот это наша еда. А дома было все, и всего было вдоволь. Ой, а еще я сейчас купила картошки. Значит, сколько тут получается? Килограмм 800 на 4 злотых 31 грош. Или на 43 гривны. Или делим на 4, получается, ну, евро. В общем, на евро 1,8 кг картошки. Купила тортик. Это день независимости, будем отмечать. В Польше, в понедельник, да. Мы же в Польше живем, поэтому мы стараемся интересоваться. Хотя я буду работать, но тортик мы все равно съедим. Мы его любим. Так, это хлеб купила. Домашняя выпечка, кстати. И рыбку купила. Очень дешевую. 8 злотых 81 грош. Это дешево считается здесь. 630 грамм. Так, по 13,90. Написано Панга. Что это такое в переводе надо будет посмотреть. Ну, я купила, потому что она самая дешевая. Заледенелая. Предыдущую, не буду говорить, в каком магазине мы купили, да, нам и выбросили. Она была копченая. Мне так хотелось рыбки. А она была испорченная. И мы ее выбросили. Купила сегодня свежую. Не знаю, будем надеяться, что хорошую. Какая вкуснятина, боже, с этим самым. Как будто, помнишь, у бабушки мы приезжали в деревню, и она все время нам каждый раз варила борщ с петушком. И лука хочу еще. Очень дешевая. За 10 злотых сметана, да, домашняя? Да. Или 100 гривен. И дешевая, вот и я кидаю тебе. Не кидаю, а ложу. А, ложу. Сколько тебе? Три. Сейчас скажут, что-нибудь еще напишут. Всем привет, мои дорогие друзья. Hello, my dear friends. Польша, Краков. Иду на работу. На улице так холодно, что я одела курточку. Хорошо, что мама заставила меня купить. Я так не хотела. Упиралась старое пальто мое совсем тоненькое. И оно еврозима. С дырочками я их там зашивала, зашивала. Там такая ткань неблотная. Я его очень любила, еще вносила. Мама уговорила. 250 злотых. Тепло. Теперь красота. Спасибо, мамочка. Ты умничка. Вчера я так замерзла в осенней куртке. Сейчас минус один ночью вот был. Дышу. Видите, какой пар. А днем будет всего четыре. Я шла, так дрожала уже после прогулки по замку. И решила одеться. Смотрю, люди вчера так уже тепло одевались. Всем хорошего дня, отличного настроения. Самое главное, мира и добра всем нам. Остановка и протягивает водитель очень далеко от остановки. Вы мне писали. Вы мне писали тогда, что он типа не на остановке автобус. У нас автобусы протягивают вперед, потому что водители одеты легко. И чтобы переднюю дверь не открывать, ну понятно, что им холодно. Они протягивают далеко. Всем хорошего дня. Как всегда, круто попадаю. Тут как раз моют в переход. Ой, сейчас меня помоют. Как раз на моей курточке буду чистая. Боевое крещение. Ой, смех и грех, ребята. Вот как мама мне рассказывала, у нее подруга была, но они потерялись в разных городах сейчас. И вот она часто любила ездить за границу в свое время, отдыхать. Валечка, если вы нас видите, огромный привет. Мы вас очень любим. Помним и часто вспоминаем. Так вот, она приехала из-за границы. Идет красивая, на своих эмоциях. Очень модно одевалась, красиво. Очень такая добрая женщина. Очень любим нашу Валечку. Ну вот. И она проходит. А там кто-то мимо дома ведро воды ей на голову чуть не вылил. Представьте, вылил свои отходы. А она чуть-чуть, ну, сделала несколько шагов вперед. Еще бы чуть-чуть, и все это вылилось бы на нее. Ой, сколько историй мама мне рассказывала. Ну, вы знаете, что она у меня мастер по таким историям. Майки. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сошла в магазин, хочу винограда, но он здесь ужасно дорогой Двадцать четыре, двадцать один, не буду покупать баклажаны Так, это я не вижу конкретной цены Картошка, два тридцать килограмма Так, тут еще разные пирожники, сейчас посмотрим, что хочу Ой, какие интересные грибочки, сорок шесть зубов за килограмм Тридцать килограмм Бисквит Тридцать два Наступили холода, стало так неуютно на улице Все поодевались, тепло Тридцать Seth Тридцать двигатель Тридцать два